Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня у нас будет довольно необычное видео с использованием трех одинаковых рисунков. Смотрите, вот этот вот первый рисунок и, соответственно, второй я нарисовала на обычной бумаге для карандашей, маркеров и так далее. А вот третий рисунок уже на плотной бумаге для акварели, и это было сделано неспроста. А все потому, что мы будем тестировать вот такой вот большой набор для творчества. Купила я его в обычном супермаркете, он стоил очень дешево, по-моему, на них еще и были скидки. И я подумала, почему бы не протестить. Тут еще написано лучший выбер, чуть ниже, походу, это их фирма. А вот справа мы уже видим полное наполнение. Это одна точилка, 12 карандашей цветных, 12 восковых карандашей, 12 цветов краски и одна кисточка. Всего получается 38 предметов. Считаю, что за такую низкую стоимость это довольно неплохой набор, но, по крайней мере, он сразу привлек к себе мое внимание. Так, тут у нас наклейки такие. Они как раз таки подтверждают, что этот набор ни разу не вскрывался, что мы сейчас с вами и сделаем. Прозрачные блистеры убираем и получаем такую вот красоту. Первое, значит, это, ну, обычная такая стандартная голубая точилочка. Затем у нас идут восковые карандаши без единой надписи на вот этой вот бумажной упаковке, просто обычные цветные карандашики. Дальше вот такие вот карандаши. Сразу видно, что цвета подобрали хорошие, мне нравится эта палитра. Ну и последнее, это акварельные краски. Их тоже можно отсюда достать, плюс они идут вместе с кисточкой. Не знаю вот насчет их качества. Внешне они выглядят не особо так прям презентабельно. Да, яркие, прикольные, но, не знаю, пока в доверие не внушают. Поэтому, ребят, чтобы точно убедиться в качестве данной продукции, мы с вами ее протестируем на трех рисунках. Первый из которых раскрасим восковыми карандашами. На втором уже будем тестировать акварельные красочки. А третий раскрасим цветными карандашами. Надеюсь, что в конце этого видео мы сможем понять, какой же из этих материалов лучше, а какой хуже. И начнем мы, пожалуй, с восковых карандашей, которыми я вообще никогда не пользуюсь, потому что это достаточно такой спорный материал. И чтобы действительно попасть на хорошие, качественные восковые карандаши, нужно постараться. Я не знаю, ребят, остались ли вообще те, кто до сих пор рисует восковыми карандашами, потому что в нынешнее время появилось настолько много разных и просто крутецких материалов, что восковые карандаши лично, по моему мнению, занимают, наверное, самое последнее место. Только смотрите, это было сказано никому не в обиду, потому что у каждого разные вкусы. Возможно, вы очень любите восковые карандаши и можете написать в комментариях, за что они вам нравятся и как долго вы ими пользуетесь. Потому что раньше, да, я иногда рисовала восковыми карандашами, когда у меня еще ни маркеров не было, ни хороших карандашей, ни классных красок. Это было такое неплохое развлечение. Но сейчас пытаясь хотя бы кое-как раскрасить данный рисунок, я вообще не понимаю, ну каким образом я могла раньше ими рисовать, потому что это ужасно некомфортно. Они очень сильно сыпятся, невозможно сделать ровный тон, ну знаете, такое ровное покрытие, сколько бы вы слоем ни наносили, все равно у вас не выйдет. По крайней мере, столь дешевыми восковыми карандашами, которые сделаны не из лучших материалов. Хотя, знаете, я не скажу, что они прям супер плохие. Давайте будем отталкиваться, в принципе, от цены. Тут уже получается цена-качество. Я могу сказать, что качество по сравнению с ценой здесь будет немного получше, потому что они довольно яркие, такие, знаете, насыщенные. Мне очень нравится голубой цвет. Не знаю, почему красный так плешивит, вот он меня расстроил, но такие более темные оттенки, они вполне ничего. Естественно, в дальнейшем этим набором я рисовать не буду, но так, чисто для эксперимента, ради разнообразия каких-то новых впечатлений, если так можно сказать, то это будет неплохо. Ну и в итоге вот такой вот результат у нас получился. Как вы видите, нанесение на бумагу желает лучшего, они взялись какими-то комочками, но тут уже ничего не поделаешь. Напишите в комментариях, сколько по пятибалльной системе вы поставили данному материалу. Ну а мы продолжаем, и на очереди у нас уже акварельные красочки. Для них возьмем водички, конечно же. И, наверное, все-таки другую кисточку, потому что это мне не особо нравится. Буду использовать вот эту свою, более удобную мне. Так, ну что могу сказать, ребят? С первых секунд даже, несмотря на то, что я изначально не делала выкраски специально, чтобы, ну, не рушить интригу, короче, я понимаю, что краски вполне неплохие, хотя мне казалось, что они такие себе. Они действительно очень яркие, приятно наносятся на бумагу. То есть, знаете, у них нет такого ощущения, будто бы они смешаны с каким-то маслом, либо же с крупиночками такими, вот будто бы это какой-то дробленный мел. Нет, здесь такого нет. Это такие стандартные, неплохие акварельные краски. Если честно, я даже немного удивлена, и надеюсь, что в итоге у нас получится красивый, ну, симпатичненький рисунок. По крайней мере, он должен выглядеть получше, чем предыдущий. Так, буду использовать, наверное, поменьше воды, чтобы наш лист никак не прогнулся, короче, чтобы его не покорежило. Да и плюс, когда поменьше разбавляешь краску водой, то она смотрится поярче и наносится более плотным слоем. О, еще, знаете, что я заметил? Эти краски можно хорошо размывать даже спустя там некоторое время, пусть там 15 минут, 20 минут. Я вот нанесла маленькую какую-нибудь линию, да, забыла ее размыть, и потом в течение некоторого времени я могу вернуться к ней и размыть ее, и там не останется вот этого четкого следа, как это бывает от других акварельных красок. По мне, так это огромный плюс. Мне прям очень они нравятся, и, возможно, в дальнейшем я буду ими пользоваться. Плохо, конечно, что у этих красочек нет индивидуальной коробки, чтобы она отдельно закрывалась, но ничего страшного. В итоге результат, как мне кажется, получился весьма неплохим. Давайте покажу немного поближе. Она, конечно, не прямо идеально ложится на бумагу, но это уже что-то. И, пожалуйста, так же, как и прошлый рисунок, оцените этот материал по пятибалльной системе. И на очереди последний третий рисунок, который мы будем раскрашивать цветными карандашами. Как ни странно, но у них уже есть свое оформление в виде золотистой надписи. Хух, ребят, немного волнуюсь, потому что карандаши являются одним из моих самых любимых материалов для творчества, но я не знаю насчет их качества. С виду, да, они казались суховатыми и на деле показали себя такими же. Я думаю, вы понимаете меня, вы знаете это чувство, когда ты покупаешь дешевые карандаши, и они настолько сухо рисуют по бумаге, что просто жесть. Естественно, я буду сильно давить на карандаши, чтобы сделать более-менее хорошее покрытие, чтобы они хоть немного имели цвет. Потому что если слабовато ими рисовать, то получится такое себе. Мне кажется, даже похуже, чем восковые. Но, ребят, все равно, как вы видите, даже с такими вот не очень качественными карандашами можно добиться неплохого результата, если наносить много теней, много слоев разных карандашей. Тут хорошо, что в этом наборе есть и темно-синий, и светло-синий. Также могу сказать про зеленые, про красные, и оранжевые есть. Ну, короче, 12 цветов, они спасают ситуацию. Если бы было цветов 6-8, то нет, это было бы просто дно. Ну, а так, 12 вполне неплохо, есть где разгуляться. Плюс много из цветов, которые я использую в этом рисунке, и мне это очень помогает. Потому что, бывало, я тестировала довольно большие наборы, но, по сути, мне требовалось там цветов 5, да, например, из 36. И это было, ну, такое себе. А сейчас я использую почти все. Хух, под конец уже немного начинают болеть руки, потому что я сильно давлю, но ничего страшного, вот так вот потихонечку, не спеша, мы доделываем последний третий рисунок. И в итоге вот такой вот результат у нас получился. Слушайте, ну что сказать, мне в принципе нравится, и даже сблизи это смотрится не так уж и плохо. Правда, я не смогла нанести больше темных слоев, чтобы сделать имитацию объема, но ничего страшного. В этот раз не буду использовать белую гелевую ручку, потому что по восковым карандашам она не пишет, ну, а так будет немного нечестно. Ну и, конечно же, пожалуйста, напишите в комментариях, какой рисунок вам понравился больше. Первый, раскрашенный восковыми карандашами. Второй, раскрашенный акварельными красками. И, наконец-то, третий, раскрашенный цветными карандашами. Ну и, как всегда, минутка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Большое спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok